Ну вот он, водопадик прекрасный. Юляшка не рискнула еще пока. Ты пойдешь купаться? Давай, что-то. А ты взяла купальник? Ну, тут, в принципе, рай для инвистов. Такую укромную уголочку вот мы нашли. Здесь вот столик стоит. Видно, когда-то раньше, наверное, что-то продавалось, судя по всему. Наверное, какая-то тут кафешечка такая уже заброшенная. У нас стил, крыша такая на таких камнях. Кортеж президент, только не снимай. Вы видны? Да, да, да. Снимай, убери камеру. Валяйся. Это Вадим Радюныш и едет в Сочи. На горло Ахун. Сегертон. Дверь открыта. По дорожному проспекту. Сочи. Сочи. Всем привет, ребята. Сегодня находимся на поляне Высоцкого. Это находится у подножия горы Ахун. Поставлен такой памятник Высоцкому. На тот момент, когда он был невыездным уже за границу, он частным был посетителем города Сочи. Вот. И в одной из морских прогулок с Мариной Влади, насколько мне известно, она похитила его сердце. Вот. И, возможно, именно здесь они где-то познакомились. Здесь, например, был мэром города Воронков. Он показал этому именитому гостю эту поляну. И они здесь сидели, исполняли его песни. Очень хорошее местечко. Сейчас вот здесь обугородили, поставили вот такой вот памятник. Можно посидеть, перекусить, выпить напитков. Очень шикарно. И здесь проходит рядышком речушечка, огура, по-моему. Ребятушки, вот идем, короче, тут у подножия горы Ахун. Ресторан куют. Кавказский АУ называется. Гостеприимно ждет вас в гости. Ну, а мы пойдем сейчас на первый нижний водопад, огурский. Там их, по-моему, три штуки, короче. И самая высота самой горы где-то вот это 650 метров. Там еще крепость сверху находится. Не знаю, нам хватит, насколько у нас сил, насколько поднимется и настолько и снимем. Короче, подходим к первое место. Тут просещение платное написано. 100 рублей до первого водопада. Но здесь можно пройти и до Прометея по этой тропе. Можно отдохнуть. Такие вот валочки сделаны деревянные. Очень удобно. Сажающая красивая водичка, горная вода, Огурского ущелья. Вот здесь вот прям купель. Палуют рыбки. Занырнуть можно, мне кажется, здесь метра два точно есть. Рыбки, кстати, вот они. Вот он, ребятушки, первый водопадик наш. Вот такая тут красотень. Огурское ущелье, как его, к сожалению, я слышал, край муха назвала чертову купель. Тысячелетиями эта вода здесь образуется. Такие вот камни. Красиво. Следующий водопад находится выше. Мы вовремя до него дойти добраться обязательно. Как обычно, он без фотосессии не обходится. Юляшка тут решил попозировать вот в таком месте красивейшем. Туристы все разбежались. Наконец-то мы здесь практически остаемся одни. Наедине с природой. Такая вот, ребятушки, дорога идет на второй водопад. По всему ущелью. Вдоль вот такого конкретного обрыва. Там с девятиэтажный дом. Я даже не могу показать, потому что здесь деревья мешают. Ну, живописное местечко, вот идешь. Хорошо, здесь заборчики есть вокруг. И вот такие вот камни кругом. Камни, камни. Скалы. Очень здорово. По кусочку обрыва идешь, короче. Вот здесь вот, кстати, можно посмотреть высота какая приблизительная хотя бы. Вот это так вот выглядит. Вон там где-то далеке-далеке. Аккуратно, селиком. Высота такая, короче, приличная. Все, идем. Ну да, с таком. Это все сверху может, до рождения попасть. Ну да. Кстати, аккуратнее быстрее проходить. Камнепад возможен. Вот такие вот горочки. Там где-то на высоте есть Прометей. Мифологический герой, да? Спускайся, Гляшка, дальше. Идем дальше. Нашли такое уникальное место. Проходим через речку Агура. Вау. Тут виды, конечно. Завораживает. Если провалишься, то и ты провалишься. Прости, то сколько? Там у нас гора Прометей, куда-то мы, наверное, не поднимемся. Там уже темнеет. Уже темнеет. Такую укромную уголочку вот мы нашли. Здесь вот столик стоит. Видно, когда-то раньше, наверное, что-то продавалось. Судя по всему, наверное, какая-то тут кафешечка такая уже заброшенная. Может быть, даже функционировала не так давно, поскольку бархатный сезон, закрыли. А вот там вот виднеется большой водопад. Мы сейчас к нему ближе подойдем. Сделано такой настил, крыша такая на таких камнях. Да-да, ну там дальше третий водопад уже. А мы сейчас посмотрим вот этот водопад. Ну вот он, водопадик прекрасный. Юляшка не рискнула еще пока. Ты пойдешь купаться? Давай, что-то. А ты взяла купальник? Ну тут, в принципе, райдлунгвистов. Практически никого нету. Сверху падает огромнейший такой сток воды. Метров, наверное, 30, если не больше. Водичка супер. Наверное, все-таки прохладная. К сравнению с морем. Короче, здесь. Фотосессия у Юляшки. А на этом наш маленький репортаж заканчивается. Здесь я как бы смонтировал неполноценную версию. То, что успел снять на мобильный телефон. Более подробная версия выйдет на канале. Следуй за нами, путешествуй с нами. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!